Ну он хороший в принципе. Это кузбасский уголь. Видите, какого качества? Ну я думаю, что он лучше даже, чем тот резервный. Я потом оценила, что отопление дома хорошо. Кузбасский уголь Наталья Свечникова в своем районе купить не смогла. Местные власти предлагали приобрести тонну резервного, казахстанского. Но от пыли, которая прогорает моментально, женщина отказалась. Заказала топливо в краевой столице. К слову, наладить поставки из Кузбасса власти Локсевского района пока не планируют. Так как казахстанский уголь в два раза дешевле. Разговаривали с поставщиками разреза нашего кузбассского угля, чтобы привезти на территорию района. Если мы привезем этот уголь, он будет стоить в районе 6 тысяч за тонну. Население нашего района, привыкшее брать уголь подешевле намного, не в состоянии купить такой дорогой уголь. На низкое качество угля жалуются и жители Ярового, которые не первую зиму замерзают в своих домах. Идет некачественный уголь. Я работала в АТК, в заводе. Мы анализировали этот уголь. И какой уголь должен быть, и какой сейчас. Это день и ночь. Ведущие эксперты, которые ежедневно анализируют уголь из разных регионов на теплопроводность, признают, что самый лучший уголь в Кузбассе, но и казахстанский неплохой за свою цену. Казахстан намного дешевле. На западных регионах нашего края стараются, особенно каражеру покупать. Она намного дешевле. По цене немножечко хуже. Кстати, глава Минстроя порекомендовал муниципалитетам перейти на местный бурый уголь, который добывают в Салтонском районе. Мол запасов в Мунайском разрезе должно хватить для отопления Алтайского края. Однако специалисты говорят, что стоимость и этого угля растет, как на дрожжах. При этом качество уже сегодня не соответствует цене. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.